Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим о том, как ТикТок промывает мозги людям, заставляет подростков интересоваться никому неинтересными блогерами, а ссылочки подъехали, и превращает молодежь в послушных потребителей западных ценностей. Ладно, шучу. В этом ролике мы попытаемся разобраться, почему в последние месяцы ТикТок стал настоящим козлом отпущения, и какие психологические явления стоят за всеми этими громкими заявлениями. Буквально месяц назад мы обсуждали с вами очередные попытки запретить аниме. Ну, по факту там все было совсем не так, но в прессе это подавалось именно таким образом. И вот новый заголовок. Десятилетняя школьница покинула этот мир. Да, я все еще пытаюсь сохранить монетизацию. Покинула этот мир из-за аниме-игры. Приехали. Журналисты вспомнили про синего кита и просто держитесь. Гачу лайф. Но пока еще рано утверждать, что именно аниме-игра причастна к смерти Алисы. Серьезно? Еще рано? Ну, слава богу. А вот другая статья и уже другие герои. Известно, что она была фанаткой аниме 18+, тетрадь смерти. Накануне ее смерти мама нашла в истории дочкиного браузера ссылки на просмотр этого японского мультфильма. Родительница отругала и пристыдила девочку. Девочке стало очень неловко. Она даже удалила страницу в ТикТоке. Плохо спала ночью. Такое аниме безусловно вредит детям. В тетради смерти нам показывается положительный герой Ягами. Лучший школьник Японии. Сын полицейского. И этот эталон, с которым себя отождествляют зрители, берет и легко убивает. Ребенок начинает подражать. Такой пример разрушительно влияет на психику. Формирует интерес к тематике смерти. А самое страшное, привлекает людей с нестабильной психикой. По вине интернета и гаджетов, подросток попадает в информационную воронку. А после, либо убивает кого-то, либо совершает. После очередных детских с... Его слова кажутся пророчеством. Уже точно известно, что как минимум одна из вчерашних с... Вела какой-то дневник. До 2019 года рукописный в тетради. После в своем смартфоне. Понимаете? Вела какой-то дневник. Но если это не доказательство... Правда, я не знаю чего. Ну а пока вы отходите от замечательных новостей и попыток натянуть сову на глобус, небольшая реклама. В 2000-х годах все знали. Если хочешь высокооплачиваемую профессию, иди учиться на... Учителя. Хорошая шутка, правда? На нефтяника, конечно. В 2020-х все понимают, что сфера IT это новая нефть. Прибыль IT-гигантов растет, требуется все больше специалистов. И еще совсем не поздно успеть переквалифицироваться и найти работу в индустрии, которая точно будет бить все рекорды по скорости развития. Но это же придется начинать с нуля. А если я ничего не пойму? А что с предыдущим опытом работы делать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, онлайн-школа SkillFactory подготовила тест профориентацию в сфере IT. Пройдите бесплатный тест, чтобы определить, какое направление в IT для вас будет интересным и увлекательным. Вопросы в тесте только о вас. То есть никакие уравнения решать не придется. Слава богу. А сразу после прохождения вы получите бесплатный курс, в котором расскажут о том, где найти точку входа и как сделать первые шаги в IT, какая IT-профессия подходит именно вам, как начать учиться в IT бесплатно. Нет необходимости забывать все то, что умели и знали раньше. Всем этим навыкам найдется место в огромном IT-мире. SkillFactory – ваш прямой путь в IT-профессию. Все подробности в описании. Вообще, это, конечно, отличная концепция. Начинаем активно продвигать идею, интересы подростков приводят их, сами знаете, к чему. В красках расписываем все ужасы аниме, тиктока, модной игры. Испуганные родители начинают прессовать детей. Подростки, страдающие из-за семейных и социальных проблем и непонимания, решаются на отчаянный шаг. Получаем новый повод написать громкую статью. Профит. О том, что существуют опасные западные либеральные ценности, слышали, пожалуй, все. Толерасты же. 58 видов геев. 58 видов. Люди добрые. Где мы видели, и как мы одного отличим от другого вообще-то. И чтобы достучаться до родителей, заставить их задуматься о будущем своих детей, некоторые особенные люди слегка приукрашивают ситуацию. Зоофилия там законодательно разрешена. Да, в Германии, вот, да. В январе, в прошлом году, вышли 100 тысяч на демонстрацию. Серьезно? Вы можете набрать, есть видео. Правда? Да, день в гофе, вот там какой-то. То есть у них люди к этому относятся 100 тысяч в одной малинской Германии. Это страшное дело, вот идёт повыше, собаки вуют. Собаки вуют, их насилуют. Да? Пап не хватает. Западные ценности. Ведь кто-то в это верит. Несколько лет назад все боялись синего кита. Сначала какие-то непонятные слухи. Затем первые ролики на ютубе. Николай Соболев выпускает расследование. Эд Джон самый популярный ролик снял. Подключается пресса, телевидение. И вот мы уже целый час в прайм-тайм на первом канале обсуждаем чуму 21 века. Реально подавалось это именно в таком ключе. В какой-то момент об этом говорили все. Паника в родительских чатах. Обязательный классный час. Школьники, заявляющие, что они не киты. А дельфины. Из-за жизни. Да сделайте уже что-нибудь. Проходит несколько месяцев. Что? Где? Какие киты? А самое главное, на волне этой истерии подобные группы реально могли появиться. Ну знаете, когда всей деревней ищете ведьм, достаточно сложно не поверить в существование магии и не попробовать свои силы. Сила трех нас спасет. Когда начали разбираться с админом подобной группы, на полном серьезе обсуждали зомбирование детей с помощью музыки и иврита. Иврита! Карл! В любом обществе есть проблемы. И некоторые из них настолько комплексные, что решить их мгновенно, а тем более раз и навсегда, просто невозможно. И психологически гораздо проще попытаться найти виноватого. Очень важно, чтобы крайним, не дай бог, не оказался ты. Когда общество борется с аниме, китами, играми и, как в нашем случае, тиктоком, создается ощущение некой деятельности. Хотя по факту чаще всего это просто репост статей и видео. Требовать что-то запретить гораздо проще, чем попытаться разобраться в целом клубке проблем ребенка. Кричать на улице и заламывать руки банально приятнее, ведь ты точно не будешь виноват. Ах, на моего ребеночка воздействуют. Ну а я, конечно же, не при делах. В 70-е в Англии решили бороться сроком, потому что эти сатанисты подсаживают наших детей на запрещенные вещества. Да, все работает именно так. И приблизительно в это же время появился термин «моральная паника». Моральная паника – это ситуация, при которой в обществе распространяется чувство страха перед неким злом, угрожающим общественному благосостоянию. Проблема есть, закрыть на нее глаза не получается, но и пытаться докопаться до реальных причин тоже не хочется. Потому что ответ, скорее всего, не понравится. Вот и выбирается удобный враг, а за счет криков создается эффект бурной деятельности. Кипучий прям. В этом январе подобной угрозой стал ТикТок. Ну, все же слышали про призывы подростков в ТикТоке. А кто призывал? Школьники обращались к школьникам? Одни требовали запретить ТикТок на территории России. Другие просили уже назвать имена тех самых подстрекателей. Потому что все о них слышали, но мало кто видел. Особенность моральной паники в ее краткосрочности. Хоть что-то хорошее. О ситуации сначала говорят абсолютно все. От политиков до домохозяек. Вспомните синего кита. А через полгода уже никто не вспомнит. В середине января про адский ТикТок трубили просто все СМИ. Прошел месяц, закончились всем известные акции. Вроде уже и можно ТикТок не запрещать. Вон даже МИД свою страницу открыл. Когда обществом овладевает моральная паника, очень легко оказаться в стане врага. Ну, если ты не истеришь вместе со всеми. Вам что, наплевать на детей? В смысле в ТикТоке есть полезный контент? Там детей под пушки бросают. Если ты не обвиняешь нового общего врага, ты тут же становишься бесчувственным пофигистом, а то и вовсе сторонником тех самых злых сил. Существует пять этапов развития моральной паники. Что-то объявляется угрозой социальным нормам. В январе эта почетная роль досталась ТикТоку. СМИ изображают угрозу в виде яркого символа. В нашем случае это был школьник на улице. Этот символ вызывает беспокойство общества. Кто-то пытается прикрываться детьми. Моего ребенка призывают куда-то идти. Ответ со стороны властей. Кто-то попросил запретить эту социальную сеть. Потребовали удалить ролики с призывами. Социальные изменения. Это, скажем так, пункт со звездочкой. К примеру, Синий Кит привел даже к изменению законодательства. Чем закончится история с ТикТоком, покажет только время. Опять же, нужно понимать, что, безусловно, любая социальная сеть так или иначе на нас влияет. В общем-то, как и любая информация. Но далеко не в той пугающей мере. Если в жизни человека все хорошо, если его ментальное здоровье в порядке, никакие тетради смерти, ТикТок Хаусы и Киты не заставят его ничего делать. А вот если проблемы есть, то все вышеперечисленное вполне может стать триггером. Особенно ТикТок Хаусы. Только вот точно так же может сработать и совершенно безобидная в глазах общества вещь. Вот в чем проблема. Если вам понравился этот ролик, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Там я выкладываю фотографии, свои рисунки. И кроме того, вы можете найти обзоры на игры настольные и комиксы. Ссылка в описании.